Невыдуманная история. Вот уже несколько месяцев семья Мухамедшиных живут как в страшном сне. Родная дочь потребовала алименты у родителей. Хотя два судебных процесса позади, их дочь Венера не успокаивается. Дела семейных разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. Несколько недель назад мы показывали сюжет о том, как дочь выгнала своих родителей из собственного дома. С тех пор пенсионеры скитаются по съемным квартирам. На сегодняшний день они еле сводят концы с концами. Тут еще и дочь подала исковое заявление о взыскании алиментов на обеспечение своей несовершеннолетней дочери Амины. Старики в шоке. Суды на счет дома закончились. Суд мы выиграли. Дом наш. Ждем вот это. В конце недели должны печать поставить. И все, после этой печати нам сказали, можете идти в сон полный поддон. Долго не думая, Венера Мухаммедшина у своих родных потребовала алименты для содержания своей несовершеннолетней дочери. Сумма запрашиваемых денег составляет 30 тысяч тенге в месяц. Однако, одна пенсия Фераи Мухаммедшины 26 тысяч тенге еле хватает на продукты. На днях родители ездили домой, чтобы забрать теплые вещи. Однако Венера всю одежду вынесла за порог, откуда их и забрали старики. Пенсионеры говорят, что их дочь похоронила их заживо. Выносит из дома вот эти вещи, кто там жив. Когда этих уже людей нету живых, у мусульман, у всех людей такой же обычай. Если уже человека нету дома живого, его же вещи выносят. И на веранду, в гараж, вот куда-нибудь. Вот она, видать, уже нас считает, что мы уже умерли. Мы же еще живые. Напомним, что два судебных процесса позади решения Фемиды было вынесено в пользу Наиля и Фераи Мухаммедшиных. Теперь пожилые люди ждут, когда документы переоформят на законного владельца. Внучка только снилась, когда она за мной клянула все время. Во сне. У них же ребенок есть. Неужели она не думает, что ребенок видит все это? Из-за злостного поступка своей родной дочери пожилая чета просто вынуждена скитаться по съемным квартирам. Это уже четвертое жилье, которое пенсионеры меняют за последние несколько месяцев. На сегодняшний день они мечтают об одном – забыть все и проснуться в своем собственном доме. Мирамгуль Салкимбаева, Лужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.